ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБОРЫ ВЫБОРЫgeb случаи – в штатном режиме без нарушений. Избиратели встречают операторы, помогают заполнить документы и выдают бюллетень. С ним голосующий отправляется в кабинку, плотно закрытую шторами. Там делает свой выбор, а после опускает бланк в урну. Мне будущее нашего городского округа не безразлично. Я ценю, горжусь, что я прожил в таком прекраснейшем городе, который развивается, который растет. В спорте говорят, что побеждает сильнейший, в политике говорят, что будет избран тот, кому больше доверяет, кому верит. На кого надеются, от кого ждут хороших успехов. Для многих избирателей выборы – это добрая традиция, знакомая с детства. Когда приходили на участок всей семьей, отношение к избирательному процессу не поменялось у химчан и сейчас. Большое чувство ответственности прийти, получить бюллетень и лично поставить галочку. Это как-то с детства уже сформировалось с родителями, когда ходили, как выборы, как праздник. И из поколения в поколение передаем патриотизм. Традиция не только сохранилась, но и расширила свои возможности. Так как теперь проголосовать можно в течение трех дней, каждый может выбрать наиболее удобное для себя время и формат голосования. Я еще с детства привык к тому, что выборы – это для нас большой праздник. Народ приходит, и жители довольны. Три дня голосования – это действительно удобно не только для меня, удобно для жителей нашего города, для жителей Подмосковья. Время, чтобы сделать свой выбор, еще есть. Голосование за кандидата на пост губернатора Подмосковья продлится до 20 часов вечера. Если вы не успеваете попасть на избирательный участок, то проголосовать можно и дистанционно, пройдя предварительную регистрацию на портале Госуслуги. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.